ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ К декабрю немцы стали помалкивать про Сталинград, и нам стало известно, что их дела пошатнулись. Чем больше немцы мрачнели, тем больше мы веселели. Наконец мы узнали об окружении 6-й немецкой армии и о том, что немцы отступают. Это уже в начале 43-го года. Немцы стали усиленно говорить о несокрушимом стальном вале их обороны, о которой разобьются все бессмысленные атаки Красной армии. Однако этот вал отступал все дальше на запад. Наконец нам стали известны имена победителей под Сталинградом, имена Рокоссовского и Ворнова. После уничтожения 6-й армии немцы объявили трехдневный траур. Для нас это было праздником. С легкой руки товарищей из основного лагеря у нас организовался очень приличный хор. Появились и солисты. Организовался маленький джаз-оркестр. Хором заправлял врач Шипов Павел Амплиевич. Оркестром врач сам Скрипач. Ставили маленькие пьесы веселого содержания. Появился конферансье Катаев, комик Пищальников, солист Сидоров. Думаю, что его фамилия была другая. Содержание хоровых выступлений было схоже с выступлениями красноармейских ансамблей, песней и пляски. У нас также нашлись плесуны. Выступления хора и солистов близко напомнили несчастным, полуголодным, оторванным от своих людям, их родину и близких. На глазах у многих часто выступали слезы. Иногда репертуар удавалось расширить и экспромтом вдруг ставить песенку из веселых ребят или еврейскую песенку из Искателя Счастья. Эти выступления вновь возвращались в сознание. Забитые униженной массе, военнопленные снова делались людьми, остро являлись желания, будились воспоминания, оживлялась психика. Наша информация о событиях ширилась. Все, что случайно попадало из советской печати в лазарет, в конечном результате попадало к нам. Одно время был налажен радиоприем собственным маленьким приемником. Делалось это довольно просто. У немцев приемник почему-то начинал шалить дело рук наших радистов, и немцы не могли его исправить и давали на починку тем же нашим радистам, которые устанавливали его в подвале хирургического корпуса и слушали наши передачи без всяких помех. При этом приглашали и меня. Когда я в первый раз услышал свое родное радио, у меня закапали слезы, и их удержать я не мог. Врач Штокленд ведал секционный, куда для вскрытия часто приезжал немецкий врач-анатомопатолог. Штокленд был неосторожен, он забыл, что его раньше подозревали в неарийском происхождении, и как-то распопался на глаза шефарцу Заксу. Закс, увидев его, рассверепел, раскричался, как мог этот юда сохраниться до сих пор, и дал приказ и немедленно его изъять из лазарета и уничтожение. Изымал его переводчик Чак, с величайшим презрением отбирая наиболее ценные вещи из имущества Штокленда. Штокленд был отправлен в основной лагерь и уничтожен. Через некоторый небольшой срок Чак был арестован, и, как мы позже узнали, уничтожен, так как он был также юда. Вскоре после Чака был арестован другой переводчик, Герман, и заключен в тюрьму. Мы его видели месяца два спустя, его приводили из тюрьмы в пропускник. Он очень сильно похудел, просил дать папиросу. Приблизительно в то же время привели из тюрьмы врача маленького Петрова, бежавшего ранее. Узнать подробности от него о его скитаниях не удалось. Значительно позже я узнал, что он был почему-то отправлен в Дурово, где местные крестьяне признали в нем партизана, доложили об этом немцам, и Петрова расстреляли. Где делась дружинница Рябова, мне узнать не удалось. Весной 1943 года ЗАГСа сменил Гиват, добродушный толстый врач, любитель охоты, хорошо покушать и особенно послушать русский хор. При нем начали демонстрировать немецкие кинокартины, конечно, большая часть которых имела значение агиток. Например, перед одной из первых картин Гиват взял из своего кармана записочку, на которой немецким готическим письмом были записаны русские слова. Отошел к окну и прочел. «Тороки русские! Фампутит показан! Германия так, как она есть! Смотрите, делает сравнение с русской жизнью! Делает свои выводы!» После этого была показана странная Германия с узкими улицами, большими арбами, запряженными валами, вспашкой земли плугом, запряженных с одной стороны лошадью, с другой коровой. Все ожидали показа каких-то достижений сельскохозяйственной техники, необычных комбайнов, тракторов и так далее, и были чрезвычайно изумлены. Начались разговоры и смешки. Сравнение было не в пользу Германии. Гиват был несколько недоволен и озадачен. Ему очевидно казалось, что показ такой старинной идиллии должен был умилить русских. Затем показали картину «Еврей Зюз», поставленную по роману Фейхтвангера с некоторыми искажениями. Мультипликации агитки были явно неудачны. Показывали также картину из спортивной жизни со странной для русских психологией. Кино явно не достигало той цели, для которой его показывали. Также показывали защиту Атлантического побережья, рекламируя ее как совершенно недоступную линию. Весной 1943 года Семеновский начал планировать площадку для прогулок, игры в городки и прочее. На этой площадке выступали немецкие агитаторы. Первым выступил какой-то латыш на не совсем чистом русском языке. Он был несколько смущен, и из его речи можно было понять, что он был призван в русскую армию, при первой же возможности сдался в плен, причем сделался немецким солдатом, и солдатский паек у немцев был лучше, чем у русских. Затем он попал к русским, уже сам оттуда перебежал к немцам, где опять-таки подтвердилось превосходство немецкого паека. Все к этому сводилось. Принципиальной стороны не было никакой. Его начали высмеивать за лишний 100 грамм хлеба в паеке немецкого солдата, и он довольно скоро оставил собрание. Второй был из русских, с правильным московским выговором. Он восхвалял жизнь в Германии и строй, создавший такую жизнь. По его словам, германское командование устроило экскурсионную поездку по Германии группе русских, которым демонстрировали работы на фабриках и заводах, сельскохозяйственных фермах и мелких сельских хозяйствах, частную жизнь рабочих и служащих и целый ряд городов. Этого агитатора здорово взяли в оборот пленные летчики, а затем девушки. Кто-то сказал, что его знают, что он один из администратов театра имени Станиславского. На вопрос, где он жил до войны, агитатор сказал, что в Москве. Тогда начали допытываться, как его фамилия и по какому адресу проживает его семья. Он отвечал уклончиво. Вместо агитации получился допрос агитатора, который начал огрызаться, начал кричать, что его нельзя запугать, что он не из пугливых и так далее. Одним словом, его агитация была сорвана, и он был увезен из лазарета. Больше агитаторов в лазарет не присылали. Нам, безвыходно заключенными за тремя проволочными оградами лазарета, немцы непрерывно усиливали проволочные заграждения, было, конечно, очень тоскливо, особенно весной, и мы заявили начальству, что на Пасху нам очень хочется побывать в церкви и послушать церковную службу. Немецкое начальство тогда разрешило довольно значительной группе медицинских работников в сопровождении охраны посетить Смоленский собор. В числе этих медработников втерся я со своими ребятами Петровым, Востриковым и Латуном. Шугаева уже среди нас не было, по причинам, которые я назову позже. Впечатление от нашего посещения Смоленского собора было таково. Центр этого красивого города сильно пострадал от первых налетов немецкой авиации, даже не от бомб, а от зажигалок. Дома выгорели изнутри, в них повисли деформированные от огня железные балки. На окраине дома сохранились лучше. Тушить зажигалки в свое время было некому, противовоздушная оборона Смоленска не была организована. Собор, выстроенный, кажется, при Борисе Годунове, сохранился хорошо. Под его мощными высокими стенами немцы устроили небольшое кладбище для своих кавалеров железного креста. Позже они их начали вывозить в Германию. Церковная служба шла не в соборе, а в значительно меньшем помещении, рядом с собором. Собор являлся музейной редкостью, и его посещало много любопытных немцев. После службы мы попросили показать нам Смоленский базар за Днепром, недалеко от собора. Базар был небольшой и небогатый. Мы поменяли кое-какое барахло на лук, чеснок и лимоны. Все же кое-какие витамины, которых мы были лишены. На обратном пути мы встретили бывшего когда-то в лазарете, а затем отпущенного на частную квартиру молодого врача Филенкова, прекрасно одетого в щегольских блестящих хромовых сапогах и несколько навеселе. Он рассказывал, что ему живется весело и сытно. Но нас интересовало другое. Вопросы подпольной работы против немцев. Он рассказал, что таковая, по слухам, ведется, что немцы еще недавно привели в тюрьму много арестованных русских за подпольную работу и связь с партизанами, и что почти все арестованные в настоящее время уничтожены. В тюрьме находится также много немцев, отказывающихся воевать, дезертиров и других. Их также беспощадно расстреливают. Много мне его не пришлось расспрашивать, так как наша охрана все же кое-что понимала по-русски, да и путь от места его встречи до лазарета был очень короток. Эта прогулка дала нам много оживляющих впечатлений. Еще сильнее захотелось нам бежать к своим. Но как найти хоть какую-нибудь связь? Теперь несколько слов о Шугаеве. Еще не сошел снег от лучей весеннего солнца, и по утрам были крепкие заморозки, как он, врач Жуков и одна из девушек решили бежать. Мы очень уговаривали не брать с собой девушку, недостаточно приспособленную для такого трудного бегства, и вообще отложить побег до более теплых дней. Но они об этом не хотели и слушать. Маршрут они выбрали тот же, что и бежавший первый Петров. Их выпустили через ход паропровода, и ушли они незаметно. Через день после их бегства мы узнали, что их уже поймали и заключили в тюрьму, в бункер. Через некоторое время мы узнали и историю их поимки. Они прошли всего 18 километров до бывшего совхоза по Рославскому шоссе и свернули влево, направляясь к деревне Боровой. Но их спутница заявила, что она очень перемерзла и устала. И они по ее настоянии зашли к какой-то деревенской женщине, которая их приняла очень приветливо, обогрела, накормила и в довершение всего привела немцев, которые их арестовали. Это была общая судьба всех беженцев в окрестностях Смоленска. Население их немедленно выдавало. Немцы при этом не оставались в долгу и награждали предателей некоторой суммой марок или еще чем-нибудь. При бегстве местных жителей надо было бояться больше всего. Надо было уходить ночами, как диким зверям, не попадаясь на глаза никому. Шугаев и компания выдержали бункер, затем их отправили в общий лагерь, затем дальше на запад. Больше о них мы не слыхали. Тайну своего ухода им удалось сохранить, и ход у нас остался. Семеновский казался своим парнем. Он имел право выхода из лазарета в город, так как он вел разные строительные работы не только для лазарета, но также по ремонту, например, квартиры для главного немецкого врача Гивота. Немцы с ним очень считались. В свободное время он разрабатывал конструкцию оригинального парового котла с максимальным КПД. Он слыхал в городе много новостей и сообщал их нам. Наши шахматные состязания занимали много свободного времени и хорошо отвлекали немцев от наблюдений за нашей подпольной деятельностью. Появился молодой немецкий врач Якоб, помощник Гивота, классный шахматист, который рассказывал, что, будучи студентом, он зарабатывал шахматами себе на пропитание, делал турны не только по Германии, но и по Италии. Немцы ему не очень доверяли. Когда однажды разговор среди немцев коснулся бегства группы русских из основного лагеря, бежала группа музыкантов и певцов, воспользовавшись налетом нашей авиации и страхом немецкой охраны, они захватили автомашину и на всем ходу вырвались из лагеря, потом их выдало местное население, то Якоб заявил, что он на месте русских поступил бы так же, что это вполне естественно. Такое заявление сильно шокировало немцев. Якоб давал сражение сразу на шести досках и в большинстве случаев побеждал. Одним словом, у немцев создалось впечатление, что мы, отчаянные шахматисты, ни о чем другом не думаем. Это нас спасло от слежки и от высылки на запад. В начале лета внезапно были высланы на запад врачи Востриков, Амеличев и Ступин, причем все лучшие насильные вещи были у них отобраны. В любой день и нам могла грозить такая же участь, так как большинство больных сильно сократилось и не пополняло. Оно начало пополняться только при наступлении Красной Армии, когда немцы начали эвакуировать более восточные лазареты, расположенные ближе к Вязьме, а затем к Ярцеву. Нужно было бежать, пока еще будет тепло. Вся наша надежда на связь с подпольными организациями или партизанами зависела от Семеновского, и он начал усиленно действовать в этом направлении. И вот в июне он сообщил нам, что связался с подпольной смоленской организацией, представитель которой, очень интересная женщина, обещающая дать конкретные указания и проводника для нашей группы, для чего Семеновскому нужно было навестить ее еще раз. Мы с нетерплением ждали этого второго свидания, но второе свидание не дало ничего конкретного. Представительница сказала, что еще не прибыли люди, могущие отвезти нас к партизанам. В лазарете появился мальчик из крестьян лет 15. Он был арестован по подозрению в связи с партизанами. Семеновский с ним разговаривался и узнал от него, что действительно он был у партизан, где и сейчас находится его отец, километров 60-70 к северо-востоку от Смоленска. В Смоленске находится его мать. Мы решили выпустить его из лазарета с тем, чтобы он помог нам бежать и привел в условленное место взрослого проводника, которого мы могли бы узнать по некоторым условным, заранее обусловленным признакам. Во время наружных работ, которыми руководил Семеновский, мальчика удалось выпустить. Это было легко, так как он был маленький в штатском платье. Паренек ушел, но проводника не прислал. Помимо нашей организации бежало три человека из обслуживающего среднего персонала, для чего они подняли пол в прачечной и ушли через ход паропровода. Немцы немедленно обнаружили путь их бегства и срочно приказали Семеновскому замуровать этот ход, чтобы не было никакой возможности бежать в будущем. Для этого по их указаниям были поставлены кирпичные стены на цементе при входе в туннель и при выходе из него. Затем весь туннель под помещением прачечной был завален огромными обломками от взорванной трубы котельной. Для вывода воды из прачечной была внизу под завалом и стенкой проложена труба около 25 мм диаметром. После этого, казалось, бежать этим ходом было невозможно, но немцы произвели эти работы конечно не сами, а руками русских и во главе рабочих главным мастером был наш латун. С трудом достали некоторое количество сахар-песка и добавили его в часть цемента, пошедшего на заделку первой стенки, так как за этой работой особенно тщательно следили немцы. Цемент остался белым, но в том месте, где он был с сахаром, его, конечно, не схватило как следует. В цемент стенки при выходе примешали немного глины. Цемент несколько потемнел от этого, но немцы на это внимание не обратили. Кроме того, они еще не учли того, что во дворе был еще один смотровой люк, спустившись в который можно было миновать первую стенку. Конечно, спуститься в люк было трудно, так как он был на виду у охраняющих лазарет полицейских и немцев. Нашу организацию постигла вторая неприятность. При попытке второго посещения Смоленской подпольной организации Семеновский чуть было не попал в руки гестапо, которая арестовала до 70 человек этой организации, другими словами, почти полностью разгромила и вскоре физически уничтожила ядро смоленской организации. Наши надежды рухнули. В 45 километрах от Смоленска на северо-запад на берегу Днепра находится село Гусино. В этом гусине находились какие-то продовольственные склады, обслуживаемые русскими военнопленными. Во главе этих складов был известный нам по работе его в лазарете немец Курт. Курту не нравились помещения подведомственных ему русских, а также проволочные ограждения и их жилья, и он призвал Семеновского с тем, чтобы последний составил проект перестройки этих помещений и затем руководил этими работами. Семеновский поехал и вскоре приехал оттуда в хорошем настроении. По его словам, кругом Гусина находилось много партизан, и с ними легко завязать связь. При вторичном посещении Гусина ему удалось установить и организовать следующее. Шофер машины из основного смоленского лагеря по прозвищу профессор знаком с партизанами и уже посещал их два раза. Женщина-кухарка, обслуживающая немцев в Гусине, тоже имеет связь с партизанами. Через шофера Семеновский договорился о следующем. Около 5 километров на восток от Гусина по трассе Минск-Смоленск имеется километровый столб с отметкой 242. От этого столба несколько на северо-запад в одном полутора километрах на опушке леса находится дом лесника, где живут люди, имеющие постоянную связь с партизанами. Если мы явимся к ним и скажем пароль мы от профессора, то нас немедленно отведут к партизанам. Обсуждая все это втроем, Петров, я и Семеновский, мы решили, что ожидать нам более нечего. Наши обязанности мы распределили так. Я брался возобновить подземный ход и проверить возможность бегства через него. Семеновский должен был поддерживать связь с профессором, ведь может нам удастся с комфортом за полтора-два часа на машине доехать до 242-го столба и часа через три после побега быть уже у партизан. Петров должен был организовать людей для побега, что надо было сделать весьма тонко, чтобы не выдали, не разболтали. Кроме всего прочего, если идти пешком, то нужны продукты. Кое-что надо достать. Идти только ночью, не вступая в контакт ни с кем из местного населения. Эскизы местности и компасы у нас были. За несколько дней до предполагаемого выхода умер художник Москвич, и половина населения лазарета вышла его проводить на кладбище. Выйдя из ворот, я увидел представителей гестапо Рыбиша в сопровождении двух немцев, наблюдавшего за выходящей толпой, а совсем близко от него на земле кем-то оброненный компас. Я быстро нагнулся, поднял компас и положил в карман. Хороший знак для бегства. Я созвал своих работников пропускника и дал им задание вскрыть аккуратно три доски в полу чистой одевальни пропускника, узким ходом ведущим оттуда проникнуть под прачечную и растаскать сверху куски от трубы котельной, оттаскивая вглубь помещения, добраться до первой стенки и в точно указанном месте, где был положен цемент сахар, сделать отверстие. Вторую дальнюю стенку пока не трогать. Мои ребята были очень изумлены, они полагали, что ход возобновить нельзя, и они не предполагали о существовании продолжения хода под помещениями пропускника. Ребята очень обрадовались. Работа началась этой же ночью, что вполне возможно было сделать ввиду полной изоляции пропускника и комнаты обслуживающего его персонала от остального лазарета. Работа была очень трудная, но продвигалась вперед успешно. С другой стороны, я был здорово встревожен вопросами, связанными с подготовкой людей к бегству. Несмотря на мои предостережения, будущие участники бегства посвятили свои планы нескольких девушек, тоже собиравшихся бежать. Девушки начали болтать. Глазной врач Шипов, руководитель хора, ничего не знающая о предполагаемом бедстве, сообщил мне, что к нему ходит лечиться одна из девушек, которую следует лечить длительное время. Эта девушка сообщила ему, что ей на этих днях придется прекратить лечение, что она уходит из лагеря, давая ясно понять, что она собирается бежать. Эта болтовня заставила нас максимально ускорить подготовку к бегству, так как разговор о нем неизбежно и скоро дойдет до немецкой агентуры и последует тягчайшая кара. Семеновский против нашего желания посвятил в планы бегства зубного врача Кулакова, которому мы не очень доверяли, и его брата слесаря, который сообщил об этом другим слесарям. Они перебрались в продовольственный склад и выкрали оттуда большой ящик с мясными консервами в банках, но, несмотря на наши убеждения, не пожелали распределить эти банки между участниками бегства, боясь, что консервы, а также потом они выкрали еще ведро с искусственным медом, у них заберут, а их не возьмут с собой. Мы им не сообщили тайны ухода в подземный ход, так как узнавши это, вся эта публика немедленно полезет удирать, не дождавшись других, и вообще может сорвать от окончания работ по очищению хода. Слесарей были очень недисциплинированы и плохие товарищи, думающие только о себе. Эта публика также легко могла разболтать. Летчики тоже были недостаточно конспиративны. Набралось нас около сорока человек, сапожники, банщики, среди последних был один капитан, слесаря, врачи, средний обслуживающий персонал. Петров установил график, какой очередности какая группа должна бежать. В первую очередь уходят работники пропускника, работавшие на прокладке хода, так как если ход обнаружат раньше времени, то им попадет больше, чем кому-либо из других. За ними уходим мы, я, Петров, Орлов, с нами Латун, санитар Сережка, лейтенант, Тоня, разведчица. За нами идут сапожники и далее летчики, которым труднее всего попасть в ход, так как они обитают в другом корпусе и им надо перейти через двор. Если их пустить ранее других, то это может сорвать все дело не только для них, но и для других. Мои ребята сообщили мне, что дошли до первой стенки. Я направил Латуна, чтобы он пробил эту стенку в том месте, где им был положен цемент-сахар, пролез через дыру и дошел до стенки, закрывающей вход. Поздно вечером ко мне зашел Латун, он жил в смежной по коридору комнате, это было 26 июля, перепачканной землей и доложил, что хотя и трудно, но походу можно пролезть. Стенку он проломил и дошел до наружной стенки. Ход к бегству был готов. Я сообщил Петрову, что мы должны бежать завтра, не позже, так как много людей посвящено в план бегства и налицо огромный риск, если мы будем откладывать. Петров здорово волновался. Он должен был с утра сообщить всем участникам бегства тайну выхода в подземный ход и точное время ухода для каждой партии. Семеновский предполагал выехать на машине в Гусино рано утром 28 июля, предполагая, что нас могут не хватиться так часов до 10 утра. Приехав раньше нас в Гусино, он должен был немедленно бежать к партизанам и организовать дежурство у километрового столба 242-го километра для приема прибывающих к этому месту беглецов. За 27 июля все пищевые продукты должны быть распределены между всеми беглецами. Если бы фашистская агентура была бы внимательнее, то она заметила бы значительное оживление и много бесед отдельных лиц, старавшихся для этого уединиться, а также взволнованный и оживленный вид некоторых участников бегства. Слесаря оказались стопроцентными свиньями. Они не желали распределять банки с консервами и мед между участниками бегства, говоря, что это сделают перед самим бегством. Они почему-то думали, что продукты у них заберут, а самих их не возьмут. Я три раза посылал к ним за продуктами, и все безрезультатно. Только одному работнику, пропускника, гармонисту Геннадию, удалось получить у них несколько банок с консервами, которые он пронес в футляре от гармонии и распределил между своими четырьмя товарищами. Наступил вечер. До девяти часов я играл в шахматы, затем сказал, что устал и иду спать. В комнате у меня уже ждали Петров, Латун и Семеновский. Петров был в эту ночь дежурным по лазарету и мог бродить безо всякого подозрения всю ночь. Он не мог сдержать своего волнения. Семеновский его успокаивал и, наконец, мы отправили его вниз в пропускник, а сами вышли. Я, Латун, Сережка и Пекарь через лестницу оттуда на чердак. Из чердака начали спускаться с заброшенной лестницей прямо в подвал. На чердаке было чертовски темно и нас вел Латун. Спускаясь вниз по лестнице, у Латуна выскользнул из-за пояса котелок и с грохотом покатился вниз. При этом шуме голоса дежурных у входа, расположенного в непосредственной близости от лестницы, смолкли. Мы замерли на месте. Но вскоре разговор опять возобновился и мы продолжали наш спуск. При входе в подвал нас встретила Тоня и сообщила, что банщики уже ушли. Петров тоже полез в ход. Под ногами были какие-то банки, но мы на них не обратили внимания. В пропускнике было темно и в полу чернело отверстие из двух вынутых досок. Я уходил последним. Когда я с трудом спустился в узкую щель, где нельзя было повернуться, мне сперва показалось, что этой дырой пролезть нельзя. Но зная, что ряд товарищей уже прошли, я протиснулся и прополз по горизонтальному ходу под полом. Внизу хода стояла вонючая вода на глубину выше колена. Над водой сбоку шла труба паропровода, по которой я и полез. Через каждые полтора метра вверху были железные кронштейны для поддержки свода над ходом. Под ними проползать было очень трудно. Хотя я двигался очень медленно, но быстро нагнал проползавшего впереди Орлова. Он дальше не двигался, кто-то не мог впереди протиснуться, и это задерживало всю группу. Было очень душно, повернуть назад было немыслимо. От усилий удержаться на трубе от напряжения начинали дрожать руки и ноги. Вещевой мешок здорово мешал продвижению. Хорошо еще, что я бросил в комнате свою шинель, с нею я не смог бы протиснуться. Наконец Орлов двинулся вперед, оказалось, что всех задерживал Петров, который по своей толщине не мог протиснуться в дыру через первую стенку. Мне дедушка рассказывал, что Александр Прохорович Петров был маленького роста и все время толстым. Он не похудел даже при плохом питании. Возможно, у него был голодный отек. Во всяком случае, когда делалась дыра в стене, ее делали для широких плеч, и никто не думал, что там может застрять живот Петрова. Убегавшим повезло в том, что Петров не шел первым. Когда он создал с собой пробку в дыре, его передние бежавшие выдернули из этой дыры, после этого смогли пройти остальные. Примечание Ольги Яковенко. С большим трудом и я долез до этой дыры и бросил через нее свой мешок, а затем и сам полез вниз головой. Далее проход был высоким. Я поднял свой мешок и пошел вперед. Каждый шаг гулк отдавался под сводами, и, казалось, нас должны были слышать сверху охрана лагеря. Все торопились вырваться наружу. Наконец, дыра во второй стенке, за ней ров бывшие остатки разрушенного хода. Темная, тихая, безлунная ночь. Пахнет созревающими хлебами. Согнувшись, мы пробегаем через полевую дорогу и входим в густое поле ржи. Мы все обессилели от прохода через подземный ход и, добравшись до первого оврага, садимся на несколько минут отдохнуть. Но надо спешить. Со стороны покинутого нами лазарета слышны оживленные голоса охраны, блестит фонарь. Но скоро все затихает, и мы идем через хлеба дальше. Нам нужно перейти через Киевский тракт, но мои спутники почему-то тянут влево, несмотря на мои протесты. Наконец мы натыкаемся на какую-то проволоку. Недалеко слышна немецкая речь. Здесь стоят зенитные батареи. Я беру на себя роль провожатого, круто поворачиваю вправо. Вскоре мы переходим через шоссе и опять углубляемся в хлебное поле. Идти трудно, ноги путаются в колосьях. Идем мы медленно, но ускорить движение не можем, обессилели. У нас есть фляги с разбавленным спиртом и некоторым количеством эфира. Я отпиваю несколько глотков и вместо бодрости вдруг чувствую такую слабость, что принужден сесть на землю. С большим трудом приподнимаюсь и веду группу дальше. Начинает светать. Леса вблизи нет, но среди ржи видны небольшие густые кусты, около которых растет трава. Мы пробираемся к третьей группе кустов и залегаем в нее. Светает все больше. С одной стороны поет петух и ему откликается другой с противоположной стороны. Я приподнимаюсь и вижу две деревни с двух сторон, так в километре от нас каждая. Но дальше уходить некуда и мы стараемся незаметно расположиться на отдых. Вдруг близко раздаются шум и шаги и в наши кусты кто-то входит. Мы видим возбужденные лица, у одного в руке нож. Это оказывается группа слесарей с врачом Кулаковым. Они вышли из хода за нами и случайно шли той же дорогой. Они просят дать им покушать, так как собой не захватили в торопях ни одной банки с консервами, ни хлеба, ни меда. И другим не дали, и себя не обеспечили. Просто вели себя как идиоты. С ними артист пищальников. Делимся с ними нашими сухарями, которых в сущности у нас не хватит на два дня. Среди дня мимо наших кустов проходят бабы с косами и косит траву. По счастью, никто из них в кусты не заходит и до вечера нас никто не обнаруживает. Километрах четырех-пяти от нас видно здание лазарета, из которого мы бежали. И если бы немцы по нашим следам пустили ищейку, то через час они нас опять бы захватили. Но, к счастью, они до этого не додумались или, быть может, исхода вело так много следов в разные стороны, что неизвестно, по каким было идти. Ведь не все бегущие идут по нашему маршруту. Нас всего тринадцать человек. С нами вместе идет один майор-летчик, очень ослабленный. Я, Петров, Латун, Орлов, Кулаков, Сережка, Тоня, Пекарь, Майор, Пищальников и три слесаря. Предполагаю, что могла быть и иная причина. Немцы были уверены, что население сдаст беглецов, тем более, что бежало много народа. Меня другое удивляет. По полю прошло так много народа, фактически должна была образоваться дорожка, по которой очень легко найти людей. Примечание Ольги Яковенко. Начинает темнеть и мы выходим из кустов. Поля совершенно безлюдны. Мы идем прямиком без дороги по компасу. Идем сперва несколько на юго-запад, затем на запад, затем на северо-запад. Пробираемся невероятно густой рожью вдоль далеко растянувшейся деревни, через которую переходить мы не хотим. По выходе в поле мы не досчитываемся майора-летчика. Он отстал от нас, должно быть, не имея сил так быстро двигаться. Окликать он не стал, боясь выдать наше присутствие. Потужили мы о нем и пошли дальше. На рассвете пересекли Краснинское шоссе и нашли уютные густые кусты среди поля, где и легли отдыхать. Слесаря опять потребовали хлеба, мы им отдали половину того, что имели, и сказали, что больше не дадим. Они были очень недовольны, сразу съели все и остались голодны. После короткого обсуждения они заявили, что пойдут отдельно, так как намереваются питаться в деревнях. На дневном отдыхе нас никто не беспокоил, и вечером мы вышли в дальнейший путь. Слесаря и пищальников пошли отдельно, а врач Кулаков присоединился к нам. Нам нужно было идти до Днепра и переправиться через него. Для этого мы пошли на северо-запад, перед рассветом вышли к Днепру и начали искать место для дневного отдыха. Наконец, нашли неширокую полосу кустов среди макроватого луга со следами пребывания стада. Место это не нравилось, но другого искать не было времени, так как стало довольно светло. Не успели мы задремать, как начался дождь, от которого меня спасала плащ-палатка. Но от дождя укрыться было некуда, и мы оставались на месте. Вскоре раздались женские голоса, мычание стада, удары бича и ругань старика-пастуха. Стадо паслось справа с одной стороны кустов, затем с другой, после чего старик как будто ушел. Женщины, помогавшие ему, зашли в кусты и обнаружили несколько человек из нашей группы. Они перепугались и хотели бежать, но наши их задержали, рассказали о том, что они беглецы и просили их чем-нибудь накормить. Женщины отнеслись сочувственно и обещали принести молока и хлеба, после чего ушли. Мы были крайне беспокойны, выдадут или нет. Большинство решило, что выдадут и что нужно спасаться в другом месте. Наша разведка обнаружила недалеко густо заросший овраг с ручейком, перетекавший большую дорогу. Со стороны дороги треск мотоцикла. Обождав, пока он стихнет, мы перебежали в овраг, где было много малины, и спрятались там. Только стало вечереть, и мы собрались в путь, как невдалеке увидели группу из четырех человек, идущую к нам. Это оказались наши же слесаря и пищальников. Они чувствовали себя хорошо, так как женщины, говорившие с ними, действительно принесли молоко и хлеб, и, не найдя нас, обнаружили слесарей и отдали им свои харчи. На этот раз мы решили опять идти вместе и пошли безлюдной проселочной дорогой вдоль Днепра. Часа через полтора мы дошли до деревни, прошли около ее края, не встретив никого, а затем опять ушли с дороги. После короткого отдыха наша группа в восемь человек пошла дальше, а слесаря решили спать с тем, чтобы путь продолжать днем. На рассвете мы нашли густые кусты, кончающиеся в метрах тридцати от берега Днепра и залегли в них. Днепр казался не широким, но глубоким. Противоположный берег, правый, был высокий и заросший сосновым лесом. Где-то за лесом пел петух, слышались звуки и шумы близкой деревни. Когда взошел солнце, ребята выгнали лошадей на луг за нашими кустами. Через Днепр они переплывали верхом на лошадях. Один из них так близко проскакал от нас, что мы его хорошо разглядели. Я и Латун настаивали на том, чтобы переправиться в этом месте, но остальные были против и настаивали, чтобы спуститься немного ниже, где будет менее людно и переправиться там. С наступлением сумерек мы опять двинулись в путь и через километр нам преградила дорогу, не широкая, но глубокая, густо заросшая речка, впадавшая в Днепр. Наши попытки переправиться через нее с вещами не увенчались успехом. Было около берега очень вязко и мешали кусты. Конечно, перейти было можно, но не все хорошо плавали и большинство решило пройти вверх по речке. Там, вблизи, несомненно, была через нее переправа для идущих вдоль берега Днепра. В темноте мы найти переправы не могли. На лугу мы встретили лошадей и нам показали, что какой-то человек побежал до нас. Мы испугались, что это пастух, могущий нас выдать, и вернулись опять к Днепру, а затем обнаружили, что это был один из нас и вернулись обратно. Речка становилась все уже и мельче и, наконец, перешла в журчащий ручей, через который мы и перебрались вброд. После короткого путешествия по лугам мы опять вышли к Днепру, вдоль которого шел густой лес, через который лежала довольно широкая дорога. Я предложил остановиться здесь, днем сделать из сухих сучьев плод и в сумерках переправиться на ту сторону, но остальные этот план не поддержали и решили идти по дороге через лес дальше. Но почему-то боялись встречи по дороге немцев или партизан, которые могут сразу открыть по нам ружейный огонь. Никто не хотел идти впереди и сперва пошел шагов на пятьдесят вперед Петров, затем вскоре сменил его я и так вел всю группу до рассвета. Мы дошли до опушки леса, около которой были картофельные поля. Все кинулись рыть картофель и я с трудом собрал всех для дальнейшего пути к Днепру, от которого мы при переходе через лес отдалились. Около Днепра мы нашли много грибов и решили сварить хорошую похлебку с картофелью и грибами. До чего хотелось есть. Наши сухари давно были прикончены, да они мало удовлетворяли наш голод. Начали в овражке разводить костер, который сильно дымил, так как топливо было сыровато, была сильная роса утром. Вдруг послышался щелк бича. Пастух пел о все горло, приближаясь к нам. Вдруг он замолк и через некоторое время к нам подбежал врач Кулаков, который встретил пастуха. Пастух очень перепугался за нас и сказал, что около двухсот немцев идут облавой в лесу и если мы хотим избежать поимки, то в нашем распоряжении считанные минуты. Костры погасили и кинулись к выходу из леса к Днепру. Лес был крупный, кустов мало, спрятаться негде. За лесом среди холмистой местности шел большой длинный заросший овраг с ручьем, подавшим в Днепр. Мы решили разбиться на мелкие группы, чтобы вечером собраться у края леса. Латун и пекарь Миша ушли в кусты на берегу Днепра. Петров и Кулаков быстро пошли по оврагу, я и Орлов тоже пошли в овраг, только дальше от берега, чем Петров. В овраге было сыро и много малины, лечь было негде. Мы решили несколько пройти вверх по оврагу. Здесь я потерял Орлова, который, перебегая, скользнул в какие-то кусты. Кричать было нельзя. Недалеко я увидел стадо, которое пас старик и небольшой мальчик, и я решил поговорить с пастухом, чтобы он накормил меня и посоветовал, как перейти через Днепр. Я подошел, поздоровался и рассказал, что нас трое бежало из Смоленска, что я потерял товарищей и прошу его помощи, за что могу отдать 150 рублей советских и брезентовые сапоги, бывшие у меня про запас. Пастух обещал прислать мне в кусты с мальчиком молоко и яички. С переправой через Днепр было трудно. Лодок немцы не позволяли держать на реке. Сегодня только на несколько часов спустили лодку, чтобы перевезти несколько человек в церковь на другой берег, но перевоз контролируется. Недалеко от оврага немецкое хозяйство. Гражданские немцы захватили хороший совхоз со всем инвентарем и обрабатывают сами землю. Около этого совхоза находится немецкий отряд 250 человек. Надеясь, что пастух меня не выдаст, я спрятался на его глазах в кустах в небольшом углублении и задремал. Часа через два меня разбудил мальчик. Он принес два яичка и небольшой кусочек ужасного хлеба со всюгом, выпеченный из раздавленных сырых зерен ржи. Я с жадностью все это съел и отдал ему сапоги. Он сказал, что, может быть, принесет мне еще молока. И я опять задремал. Меня разбудила Тоня, который тоже разговаривал со стариком-пастухом, и он указал ей мое место пребывания. Она также нашла Орлова и указала, где он находится. Мы уговорились с наступлением сумерек встретиться в том месте, где овраг примыкает к Днепру. Она думала, что лодку прячут там и можно будет ею воспользоваться. После ее ухода я услышал немецкую речь. Были ли это колонисты или солдаты, я не знаю. Я решил забраться глубже, во враг. Часа через два я услышал нечто вроде женского голоса, который кого-то звал. Когда начало темнеть, я вышел из своего убежища и пошел искать Орлова. Его я не нашел, но он потерял свой брезентовый мешочек, который я и поднял в том месте, где он сидел днем. Затем я пошел вдоль оврага к Днепру. Окликнул, никого нет. Чувствовал себя очень одиноко и решил дожидаться. Ночь уже спустилась. Наконец, я услышал сдержанные голоса. Это были Тони, Орлов и Сережка. Они искали лодку, но лодки не было. Тони ругала меня. По ее словам, пастух взялся перевезти нас, и она меня искала и даже кричала, но найти не могла. Пастух же без меня перевоз не хотел организовывать. Отец имел талант находить общий язык с людьми. Его обаяние вызывало доверие. Примечание мира Яковенко. Все же она надеялась найти лодку, но лодки не было. Тогда мы направились вниз по течению Днепра, желая найти деревню Корыбчино, где, по словам пастуха, жил на берегу рыбак, у которого была лодка. Мы долго шли сперва по малопроходимым заболоченным местам около самого Днепра, затем по полевой дороге вдоль Днепра. По словам пастуха, эта деревня была в двух-трех километрах, но мы быстро шли уже часа полтора, деревни не было. Мы подумали, что она осталась в стороне сзади и решили задержаться на отдых, чтобы днем сориентироваться. Мы остановились на высоком песчаном берегу Днепра с богатыми посадками сосны еще молодой. Когда рассвело, то спереди и сзади нас оказалось под деревня, который же из них Корыбчино. Мы решили послать на разведку Тоню, а сами начали сооружать из сухих сосновых сучков плод для вещей. К вечеру вернулась Тоня, принесла около литра молока и рассказала, что встретила парня из бывших военнопленных, который подтвердил, что у рыбака в деревне Корыбчино должна быть лодка и советовал нам ночью потребовать у этого рыбака лодку для переправы. Но заходя в деревню, он советовал внимательно наблюдать, нет ли в деревне немцев, так как их большой отряд идет партиями и переходит из села в село. Настала ночь, и я с Тоней отправились на разведку. Сережка казался порядочным трусом. Орлов, хотя был на два года моложе меня, разыгрывал из себя старика, не способного к активным действиям. Мы осторожно подошли к деревне. Слышен был женский смех, мужские голоса. Я не мог разобрать отдельных слов, но Тоня утверждала, что разговаривает по-немецки, и поэтому мы ушли к своим, не заходя в село. Переночевали, вернее передневали в густом молодом со снеге. С вечера попробовали спустить на воду наш плод, но он не мог выдержать тяжести даже одного вещевого мешка с нашими пожитками. Когда наступил вечер, я настоял, чтобы мы все пошли в деревню, в которой, наверное, немцев нет, так как никто не стрелял, а немцы всегда ночью стреляют, и, найдя рыбака, взяли бы у него лодку. Немца в деревне действительно не оказалось, и мы сразу нашли дом рыбака, стоявший несколько особняком. На наш упорный стук открыла дверь и жена рыбака, которая заявила, что ее муж уехал на несколько дней и клялась в том, что лодки нет, и ее, будто бы, уничтожили немцы. От нее мы узнали, что на сеновале спит старый дед, мы разбудили его и грозно требовали лодку для устрашения, постукивая в металлические фляги для воды, но ничего не помогало. Наконец, я категорически заявил жене рыбака и деду, что мы не уйдем, и им будет очень плохо, если они не дадут возможности переправиться нам на другой берег. Старик тогда сказал, что некоторое время назад здесь переезжала группа партизан под предводительством человека, назвавшего себя Махном, и они сняли с петель ворот колхозного сарая, положили их на бревна, которые лежат на берегу, и переправили на этом плоту свои вещи. Мы тогда немедленно сняли указанные ворота, отвязали от воза сеном длинную веревку, стащили ворота к Днепру, нашли бревна, примастили под них ворота, привязав веревкой. Разделись, вещи положили на плот и с ними посадили Тоню, больше плот выдержать не мог. Тоня плавать не умела. Мы же втроем поплыли, держась за плот и направляя его в разрез в быстром утечении к другому берегу. Вода была теплая, длинный шест в руках Тони не доставал до дна, был основательно глубоко. Наконец плот причалил к прибрежным кустам, которым мы его и привязали. Ночь была очень темна, я потерял хороший пояс с флягой, но искать его в такой темноте было невозможно. Одевшись, мы быстро зашагали на северо-запад по компасу и скоро достигли густого молодого леса, через который в темноте пробиваться было крайне трудно. На деревьях и траве лежала густая роса. Мы решили ждать света. И как только рассвело, пошли дальше, стараясь держаться о пушке леса. Места были очень безлюдные, сырые, болотистые, с кочками и озерцами. Попадались болотные ягоды, брусника, черника, и мы их ели на ходу. Потом начали встречаться покосы среди болот, послышалось мучание стада, людские голоса. Мы залегли среди густых кустов на опушке леса. Какая-то деревня была в полукилометре от нас. Тоня пошла на разведку и, вернувшись, сообщила, что близко железная дорога, которую нам нужно пересечь, чтобы выйти к магистрали Минск-Смоленск. Это здорово усложняло наше передвижение, так как железные дороги усиленно охранялись немцами. Тоня заявила, что не желает идти дальше и проведет еще одну ночь здесь вместе с сережкой, с которым она сошлась. Ей это можно было сделать, так как во время своих разведок она подкармливалась у крестьян и тайком приносила кое-что сережке. Но мы с Орловым сильно страдали от голода и рисковали тем, что совершенно потеряем последний остаток сил. Вообще, последние дни она вела себя нехорошо и ругалась самыми последними словами. Мы решили расстаться и вечером я и Орлов пошли дальше вдвоем. За лесом было небольшое озерцо, мы спугнули оттуда крякву. Дальше на бугре стояло два дома, один похожий на сельскую школу и рядом обычная хатка. Около двери хатки стояли молодая женщина и худощавый старик, это были школьные учительницы и сторож. Мы им рассказали, что идем от Ярцева, около которого идут сильные бои, и немцы угоняют все население в тыл. Мне кажется, что наши собеседники не поверили этому рассказу. Затем мы попросили дать нам что-нибудь покушать, но они сказали, что часа три назад заходила тоже какая-то бешенка и съела все, что у них было. По их описанию это была Тоня. Мы пошли дальше по сельской улице и просили продать нам за немецкие марки, которые были у Орлова, молоко и хлеб, но никто не хотел продавать, все боялись. Наконец, одна женщина дала нам снятого молока и не захотела взять за него денег. Присутствующий тут же мальчишка, увидав у меня в руках хорошую командирскую пилотку, предложил обменять ее на кепку. Для этого я должен был, проходя по улице, кинуть ему около его дома пилотку, взамен которой он кинет мне кепку. Мы торопились, ведь в любой момент могло появиться какое-нибудь начальство и арестовать нас. По дороге я получил кепку взамен пилотки. Отойдя на 1-2 километра, мы решили заночевать, чтобы ранним утром перейти через железную дорогу. Оказывается, Гусино было километров 5 от нас на запад, следовательно, идя на север, мы пересечем трассу в районе столба номер 242. Ранним утром мы двинулись дальше и вскоре дошли до железной дороги. Железнодорожное полотно было ограждено частично колючей проволокой. На линии виднелись доты. Мы двинулись на некотором расстоянии полотна, думая найти где-нибудь дальше удобный переход. Среди поля, недалеко от леска, через который шла железная дорога, мы сели, обсуждая свое положение. Дальше по линии железной дороги начиналась деревня, а в ней, конечно, немцы. Мы вытащили копию карты местности, сделанную Семеновским, и внимательно рассматривали ее. Вдруг мне показалось, что за нами кто-то есть. Я быстро обернулся и встретился глазами с молодой крестьянкой, наблюдавшей за нами. Она сейчас же стала уходить, я ее окликнул и задержал, расспрашивая, как можно перейти железную дорогу. Она сказала, что можно через деревню, но там немецкий караул, проверяющий у некоторых подозрительных документы. Но вот здесь, за этой полуразрушенной банькой, есть тропинка, по которой местные жители переходят сами через полотно и перегоняют скот. Другого выхода не было. Сгорбившись и взявши в руки по посоху, мы, не торопясь, начали переход через железную дорогу и благополучно перешли через нее. Дальше шло болотце справа и за ним лес на болоте. Справа на бугре виднелась большая деревня. Мы начали с большим трудом пробираться по заболоченному лесу, перешли его и вышли на покосы около трассы Минск-Смоленск. Я завел разговор с Косарем, перебравшимся недавно сюда с востока, расспрашивая его, где 242-й километр, но он ничего не знал. По дороге ехали немецкие части в автомашинах и подозрительно смотрели на нас. В Гусино из деревни шла какая-то женщина, но она также не знала, где 242-й километр. Я начал вглядываться и метрах в 100 увидел столб, быстро подошел к нему и увидел цифру 242. Местность соответствовала описанию Семеновского, только лес за трассой лежал довольно далеко. На доске была отметка группы слесарей с Пищальниковым. Никаких условных камешков с записками под ними и палочек, указывающих направление, под столбом не было. Это было условлено Семеновским. Значит, его здесь не было, с ним что-то случилось. Около столба за дорогой была густая трава и кустарники. Я сделал нашу условную отметку на доске, поставил буквы Я и О, и мы залегли в густой траве около кустарника. Никто нас не ожидал. Мы решили после передышки идти дальше, но когда приподнялись, то увидели немецкий патруль, человек из восьми, идущий в том направлении, куда хотели идти и мы. Это нас остановило, и мы пролежали до вечера. Недалеко от нас по полю раза два проехали вазы с сеном, но нас не заметили. С наступлением сумерек мы отправились искать дом лесника, но найти его не могли. Здорово хотелось пить, и мы зашли в хату около леса и попросили пить. Но на нас посмотрели зверями и с питьем отказали. Недалеко от хаты мы напились из какого-то подозрительного болота. Среди ночи легли спать в каком-то небольшом леске, а утром, обнаружив неподалеку деревню, углубились болотистые небольшие поляны с группами деревьев среди них. Орлов мне сказал, что больше не имеет сил идти и лег на землю. Я вблизи этого места нашел много черники и принес ему полную кружку ягод, а сам отправился на разведку. Неподалеку в лесу нашел дорогу, а на ней заготовки лесных материалов. Дальше я идти побоялся и, повернув назад, встретил деревенскую девушку. Она мне сказала, что лес очень небольшой, недалеко косит сено, а в деревне отсюда совсем близко стоят немцы. Никакого дома лесника она не знает, хотя и родилась в этих местах. Возвращаясь к Орлову, я спугнул двух молодых тетеревов, сидевших на суку, и пожалел, что со мной нет охотничьего ружья. Я мог бы сразу насытить и себя, и Орлова. Положение создавалось скверное, а главное не хватало сил от голода. Мы решили все еще поискать дом лесника, может быть, он тут, где-то рядом. Под вечер к деревне и начали искать отдельный дом около опушки леса, как говорил Семеновский. Вдруг я заметил две фигуры. Мы спрятались. Фигуры приблизились и оказалось, что это Тони и Сережка. Мы взаимно очень обрадовались. Я даже сделал попытку испечь картофель, но мы боялись, чтобы костер нас не выдал, от него было много дыма, и картофель очень маленькая осталась сырой. Тони, оказывается, ходила на разведку в деревню и узнала, что тут недавно были партизаны, но где они сейчас неизвестно. Кругом много немцев. Дома лесника нет и не было. Вы слушаете воспоминания ветерана Первой мировой войны и Великой Отечественной войны Яковенко Мстислав Владимирович Конец пятой части Читал Олег Лобанов Великой Отечественной войны